Над этой площадью белые лошади, белые вороны, была ли разница, годы школьные и рок-н-ролльные? Сейчас я прям звоню вот в салон, да, официальный в России какой-нибудь БМВ, просто и спрашиваю у них, в чем разница 520 БМВ и 530. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Авелон», официальный виллер БМВ «Мини» и «Моторат». В целях улучшения качества услуг все разговоры записываются. Ясно, ничего страшного. Светлана, вечер вам добрый. Я могу проконсультироваться с человеком, который может мне предоставить информацию по автомобилям. Ну, по характеристикам, я имею в виду. Нет, не сервис. Мне характеристики автомобилей, то есть какие есть в наличии и в чем их разница, вот, да. А, какая марка автомобиля? 530D. Дизель. 530 и 520. Пятерочка, самая лучшая, да. БМВ, пятая серия, да. Пятая. Как вам можно обращаться? Я в тон, я в тон, Валерий Альбертович. Валера, ебать за 4 балла. Ну, закажи у него околину титановую, он заводил агист типа, вот, и там раздуешь, что брал уже в Кэмзи. Название завода. И пришла партия с гавном, вот, и ты уже Ване звонил, разбирался. Я ебался в жопу, я толпал тупой. Я школьника у ёбак, у меня у папы Тойота. Камри 2 и 5, я ебался. Отдел продажи БМВ, Александр, добрый день. Извините, я плохо услышал, представьтесь, пожалуйста. Александр, меня зовут. Я понял, лучше бы не представлялись. Я в том, Валерий Альбертович. Здравствуйте. Хотел бы у вас по автомобилю вот уточнить момент такой, да, вот, пятёрка у вас в наличии есть, да? Нет, то есть, а таки, может, в наличии. Ясно. Тогда скажите, пожалуйста, мне, я в туну, в чём разница между 520D и 530D? По двигателям. Ну, а в чём там разница вообще в целом? В объёме двигателя. Я понял. Ну, а сколько там литров и там сколько? Тут вопрос, для какого рынка машину вы рассматриваете, потому что под каждый рынок своё обозначение. Как правило, 20D это двухлитровый мотор, 30D это трёхлитровый. Абсолютно. Ну, вот, я тоже так объясняю. То есть, 30D это 3 литра дизель, да, рядная шестёрка. Да. А 20D это 2 литра дизель, да, 4-цилиндровый. Да. Вот. Значит, то есть, получается, в цене какая вот разница между 520D и 530D? Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что машина по параллельному импорту будет. Ясно. А как понять параллельный импорт? Значит, цена будет сильно зависеть от того, в какой момент была машина завезена, по какому курсу, с какого она рынка. Поэтому жёсткой разницы по цене между ними не бывает. Надо смотреть конкретно. А сейчас вообще никаких пятёрочек нет, да? Новых пятёрочек сейчас нет, да. Ну, а какие? Старые, может, есть? С пробегом, возможно, есть. Могу вас переключить на отдел автомобиля с пробегом. Да, пожалуйста, переключите. Хорошо. Спасибо. Я хочу себе Тойоту самую лучшую, трёхлитровую с половиной. Я буду на ней кататься и на всё плевать, потому что я пенчик крутой, б***ь. И мне похуй... Заткнись. Алё. Тойота моя, любимая. Тойота моя, капрюшечка моя, Требять. Солнышко мое, лучи стоим, моя не... Отдел продаж автомобилей с пробегом. Меня зовут Александр. Добрый день. Ещё один, что ли? Я понял. Здравствуйте. Я по поводу автомобилей, да. Значит, 520 и 530D дизели есть у вас? А это что за машина? В смысле? BMW 520, 530. А, BMW? Вы просто не сказали, что вам нужен BMW. Я понял вас. Я же BMW звоню или куда? Нет, вы звоните мультибренд автомобиль с пробегом. Вам новая машина нужна? Я хочу узнать, какие сейчас 520 или 530 вообще есть у вас. Мне сказали, у вас БУ машины. БУ, да. Вы попали в БУ. Я понял. Я попал. Ну и что мне там предоставите на обозрение сегодня? Какой год должен быть автомобиль? Какой год? Ну а какие вообще есть? Вот самые свеженькие, вот 520 и 530. Самые свежие, 530 дизельная машина 2021 года, пробег 30 тысяч. Сколько? 7 миллионов 300 тысяч. Сколько? 7 300. А что за комплектация у аппарата? Ну она наборная, спорт плюс называется. Я понял. А 520 есть? 520 М-спорт есть, пробегом 23, 6, 200. Я понял, разница, да, там. А в чем вот разница, 530 д, 520 д? Ну в двигателе разница. А вот сколько? 3-х литровый, 2-х литровый. То есть там 3 литра, там 2 литра, да? И там 4 цилиндра у 520, а у той 6. Наверное, 190 сил, либо 249. Я понял, то есть 530 д лучше в 100 раз, правильно? Не знаю, каждый сам для себя выбирает тому, что нужно. Я понял. 520 тоже хорошо едет. Ну я понял. А вот если так сравнивать, допустим, Toyota Camry 3.5, она будет ехать не хуже или лучше, чем 520? Как вот можно сравнить, как можно ответить на этот вопрос? Что значит, будет ехать лучше? Что это для вас значит? Ну просто, типа, вот есть такая дилемма, я не могу определиться. А что будет лучше? А что значит лучше ехать? Ну типа быстрее, мощнее, чтобы мощь. Быстрее разогнаться, быстрее разогнаться, да, быстрее разгониться. Но зато если вы на большой скорости будете ехать, вы будете за рулем Toyota искать ее по дороге. Она рыскает, сдувает ее со встречкой проекта BMW, как вылетая. Поэтому кто лучше едет? Тут спорный момент. То есть BMW лучше, да? Разгон до сотни у Camry быстрее, 3.5. Я понял. То есть у нее объем 3.5 и разгон 3.5 до сотни, да? Да нет, там 3.5, там секунда 7, наверное. А, так вы мне сказали, она быстрее, чем 3.5. Я понял. Ясно. То есть Toyota, как вы сейчас правильно выразились, вашими словами, Toyota Camry хуйня, а BMW сила, правильно? Нет, абсолютно не так я сказал. Я сказал, что каждый выбирает для себя то, что ему по душе. И каждый вкладывает в выражение «лучше едет» свои ощущения. Ну, я понял. Ну, вы намекнули на то, что... Для кого-то Toyota, для кого-то, понимаете? Я понял. Я понял, вы сейчас просто... Я понял, Сереж. Вы сейчас намекнули на то, что Toyota машина для дебилов. Я согласен. Это здесь по факту, как жизненно, все-таки, на опыте в этом плане. Вы же много их продали, потому что вы же клиентам. Видите, покупатели, да? Да, вот. Какой и рожа у долбов, которые покупают Toyota, и какие крутые мужчины, которые покупают BMW. Вы же согласны? Нет, все по-разному, сейчас все меняется. Я понял. Времена меняются, а машина не меняется. Toyota как была, хуйня, так и осталась. Я понял. Так, а когда можно забрать 530-ю? Да, хоть сегодня приезжайте, оплачивайте, забирайте. Какой цвет автомобиля? Черного цвета машина. Черная, да. Прям черная, как кожанера, правильно? Сейчас посмотрим. Бывает она, называется черная, а немцы красите в синий. Карбон Шварц у них такой цвет. Шварц, да, я понял. Арни. Арни, да, цветы, так понимаю, это современные. М цвет, да, Арни. Я понял. Акула, да. Ну а что вообще по владельцам, что там у нас, сколько их было? Один собственник. Один собственник, женщина, да, или кто? Да нет. У меня тут не указано, кто. Ответ электронный. Ну понятно, там мужчина, потому что женщина на таких машинах не ездит, слишком мощная. Окрашен бампер передний и крыло, и левое переднее крыло. Ну это, наверное, Тойоту двигал пацан, чисто перед двигал ее машиной. Чучело какое-то на Тойоте рядом ехал, он его раз двинул, чтобы это чучело тут рядом не мельтешило. Ну я вас услышал. Вас как зовут? Меня зовут Александр, а вас? Я понял, я в Тун, я в Тун, меня, ну меня Нелька, это приходила к вам, жена моя, Неля. Я в Тун Валерий Альбертович, я муж Нели. Ну Нелька приходила, у вас с вами общалась, да? Нет, не приходил, не общалась. Я понял, а с кем? У вас там еще один менеджер есть, да? Да, и у нас здесь много менеджеров, не знаю, кто куда приходил. Я понял, ты с Нельку не помните мою, да? Нет. Ну я вам сочувствую, у вас плохая память на красивых женщин. Я вас услышал, ну ясненько, то есть получается скидка мне, да, будет, как пенсионеру 30%? Посмотрим, может быть, больше согласуем. Давайте, да, потому что вы там работаете правильно, чтобы я приехал, чтобы все уже готово было, не как обычно, по полдня там в салоне где-то. Понял, за наличку, да, можно взять? Можно. Хорошо тогда, сколько брать? 5 хватит? 7,240. Ну, без учета скидки вы сейчас не насчитываете, а если так, ну, подумайте. Я думаю, что за эти деньги отдадим за 7,240. Я понял, то есть, а там какая кожа вообще в салоне? Кнапа или обычная? Напа. Напа, да, я понял. А черный салон или нет? Да, черный. Я понял, а что по блютузу есть там, нету? Обязательно. Ясно. И навигация, да, все стоит, аппарат настроен. Угу. Удержание полосы приветствуется. 3,790, все, приезжайте. Я понял. А до скольки работаете сегодня? До 21 часа. Ясно. Хорошо. А прошивка будет сразу чипована или нет? Нет, это вы уже сами. Ага, понятненько. То есть, без прошивки еще, еще раз 100 тысяч, да, искать лишних. Что там по колесам? Какой диаметр, какая резина? 19 диаметр резина летняя. Я понял. То есть, пирели, мурели. Ясно. 19-ки стандартные. Вот эти глэковские, серебристые, да, что-то парашные. Я понял. Ясненько. Ну, а что там насчет этого глушителя? Какие там дырки? Ну, в смысле, ровные или круглые? Да нет, они квадратные. Я понял. То есть, не подойдет мне. Мне нужны ровные под член, чтобы туда входил. Угу. Те квадратные мне хуёк поломают. Я понял, блин. Ладно, я сейчас... Поменяйте. Я сейчас подумаю и перезвоню Сережу. Хорошо. Да, до свидания. Хорошо. Хорошо, Игорь. Всего доброго. Да, да. Не понял, нахуй. А может быть, ты, Игорь? Да, 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 да.